Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно мы предложили вам три программы о гениальном русском Леонардо да Винчи, русском композиторе, учёном, общественном деятеле, поэте, невероятной личности, представителе русской интеллигенции, смесь кровей из древних грузинских царских родов. И мама его была русская женщина, Александр Лукич Гидиани. Но мы его знаем лучше, как Александра Порфирьевича Бородина, поскольку он был записан на крепостного Порфирия Бородина и считался официально его сыном, а не сыном грузинского царя из эмеретинских древних родов. Так вот, в связи с Бородиным, с его музыкой, с его творчеством, возникает один очень интересный и важный вопрос. Это вопрос, выходящий далеко за пределы музыки. Очень важный вопрос для строительства духовности, для понимания сути взаимоотношений людей, для исторического взгляда на мир, на христианство в самом высшем его проявлении, его толерантность, его невиданная человечность. Но для того, чтобы заговорить, или прежде чем мы заговорим о Бородине, нам сегодня придется заговорить об отце всех этих идей, отце-основателе не только русской профессиональной музыки, но еще и человеку, который показал высший пилотаж в отношении к людям, Михаил Иванович Глинка. Глинка, как известно, написал первую русскую национальную оперу. «Жизнь за царя» или, как ее в советские годы, все-таки переименовали, перекрестили в Ивана Сусанина, потому что зачем же царь в названии, а вот Иван Сусанин крестьянин, герой, и нужно воспитывать патриотизм. И эта опера была поставлена, она была достаточно быстро признана русским национальным достоянием. Глинка практически перевернул представление в России о музыке, потому что раньше русские слушали итальянскую оперу, итальянских композиторов, и вдруг появилась действительно русская опера. И вот в этой опере есть один интересный момент. Но прежде, чем мы заговорим об этом интересном моменте, я хочу вас потрясти другим. В годы Великой Отечественной войны, в фашистской Германии, в Берлине, в исполнении берлинских филармоников под управлением генерал-музик-директора Германии того времени, гениального дирижера Фуртвенглера, прозвучала патетическая симфония Чайковского. Одна из величайших симфоний, когда-либо написанных на земле. Одна из вершин славянского духа с использованием не только интонации русского романса, но еще и русской православной музыки. В основе разработки лежит секвенция со святыми у покой, одной из самых главных песнопений русского православия. Русское отношение к вальсу, вторая часть, неотвратимая, трагическая скерция, инфернальная скерция, как мы говорим в музыке, то есть инфернальная шутка, дьявольская шутка, третья часть, наконец, уникальнейшее свидетельство «Умирание, смерть и ухода. Финал». Так вот, эта музыка звучала, и я знаю, кто сидел в зале. Все руководство фашистской Германии, все руководство Третьего Райха. И звучала «Великая музыка гениального славянина». И всякий человек, который сидел в зале, проникался чувством потрясения, восхищения. Ну вот представьте себе, вот сейчас у вас живое воображение, да? Весь зал, если его окинуть взглядом, мундиры, всякие эти штурмбанфюреры, хауд, штурмбанфюреры, и СС, и СД, и, может быть, сам Гитлер сидел, и он очень любил Фортвендера, и любил оркестры, и Геринг, и Риббентроп, и Геббельс. То есть все те, кто создали теорию сверхчеловека, который имеет право по своему усмотрению решать судьбы недочеловеков. Кто такие недочеловеки? Ну, в первую очередь, это евреи и цыгане, это понятно, а во вторую очередь, это славяне. То есть славяне, они, не такие мерзкие, как евреи и цыгане, но тоже мерзкие, и тоже подлежат, если не к абсолютному уничтожению, в отличие от цыган и евреев, потому что нужно решить окончательно еврейский и цыганский вопрос. Русский вопрос надо решать медленно. То есть уничтожить необходимое количество, а остальных делать рабами, потому что это хорошие трудовики. Если их заставить со страхом, вот Ленин тоже это понял, они будут работать за страх. Ах, он даже когда-то сказал, что вот когда государство отомрет, да, как же при коммунизме, а кто же будет заставлять рабочих и крестьян работать? Вот при помещиках, при царе помещики и капиталисты заставляли рабочих и крестьян работать, пишет Ленин, а кто же при большевиках будет заставлять? Говорит, мы будем заставлять. Еще страшнее, самыми страшными мерами, расстрелами, казнями, посадками в тюрьмы, мы будем заставлять. А потом люди привыкнут работать. И дети их уже будут работать просто так, потому что заставлять надо, ну, сто лет первое, а потом уже не надо заставлять, люди будут помнить, что не дай бог опоздал на работу или не дай бог не так сработал. То есть Ленин хотел создать государство условного рефлекса, выработать рефлекс страха абсолютного, который, кстати, до сих пор никак не оставит в покое наш народ. И вот удивительное дело, у немцев была такая теория, что русские – это хорошие рабочие, чернорабочие, то есть гастарбайтеры. Они будут хорошо работать, поэтому всех уничтожать нельзя, а уничтожить, ну, какую-то важную часть, самых таких бунтовщиков. А остальные смиряться будут рабами и покоряться, и все. Вот, и теперь вопрос. Что и как эта теория, славян как недочеловеков, могла звучать, когда немцы и фашисты в том числе слушали вот такую музыку. Послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 наш эксперимент. Глинкин написал первую национальную оперу, в ней есть наши друзья, то есть Иван Сусанин, его сын приемный Ваня, Сабинин, Антонида, женщина русская чудесная, любовь, чувство, доброта. А с другой стороны есть враги тогдашние, поляки, которые хотят поставить на колени Россию страшная польская сила, польская знать, которая хочет стать владыкой над русским народом. И вот началась эта знаменитая война, вот Минины Пожарские, ополчение, да, а Иван Сусанин совершает свой подвиг. Вот в этом месте он заводит отряд поляков в лес, и они погибают. Вот они, ненавистные поляки. Иван Сусанин чувствует, что сейчас его зарубят, уничтожат, когда они поймут, что он сделал, и поет свою знаменитую арию. Чуют правду. Одна из самых пронзительных, жестких, напряженных, трагичных арий в истории мировой музыки. Это так сильно. Все певцы буквально соревнуются уже в первых этих словах, чуют правду, а потом поют вот эту сердечную, русскую, прощальную. Ты взойдешь, моя заря. Послушайте фрагмент, как это сильно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА